С содержимым из кровеносного русла, из плазмы туда пропитывается А потом там уже возникают изменения метаболические, то есть нарушения обмена веществ в самой стенке сосуда А туда уже поступают, откладываются жиры, эти липиды Мы разговариваем о том, что каждую минуту от инфаркта миокарда умирает один человек в мире Один человек И что, это много или мало? Это много Заболевания сердечно-сосудистой системы по всему миру, во всех странах мира на первом месте Даже более чем онкология Чем онкологические заболевания Я был в Америке Онкологические заболевания на втором, на третьем месте Хорошо, а дальше В четвертом месте травматологические заболевания Юля выставила рождение свыше ролик, вот рядом мы с Игорем И здесь какой-то Александр Мухин отвечает Пусть вас Господь благословит, многоуважаемый человек Божий Я благодарю вас за видео, я его очень внимательно просмотрел И я, конечно, очень рад, что и среди православных людей также есть явно возрожденные люди Омытые кровью Христа А то, что вы нас в этом видео сектантами называете, то это, конечно, ваше дело Но я не на это смотрю Но мое желание, если вы не возражаете, обратить ваше внимание на официальный документ Который был принят православным христианам в 2000 году на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в Москве Который отражает официальное отношение РПЦ к другим христианам неправославного вероисповедания Он называется «Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к кинославию» Вот ссылка на этот официальный документ В этом церквях, в этом документе РПЦ, хотя и утверждает свою исключительность Но признает, что Божья благодать действует и в других церквях неправославного вероисповедания Смотрите пункты такие этого документа Церквах-то, их нет в церквах, она одна церковь И согласно этому документу православные христиане проводят четкое различие между юнославными христианами Признающими Святую Троицу, Богочеловечество Христа И сектами, которые отвергают основные христианские догматы То есть, с точки зрения официального православия, понятие «секта» относится к группам, отвергающим ключевые христианские истины А все не православные христиане, исповедующие главные христианские доктрины, называются не сектами, а христианским миром То есть, инославными христианами Вот цитата из этого официального документа Церковное положение отделившихся не поддается однозначно